ПЕСНЯ 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 Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok по имя Отца и Сына Святого Духа. Амінь Христос посеред нас. Спасибо. Дорогие брати и сердце. Сьогодні мы только что читали еванинские читания, в которых сказано про то, как Иисуса Христа выдавали на смерть и как Пелаг вирішил его дождь. Именно Свято Возвищение Христа Господнего, имеет большое значение для людей, для христианского союза. Почему Свято имеет такие духовные根 и почему это очень важильно для нас? Как мы знаем, в третьем столетии при императоре, который принял христианство, была у него мать Елена, и он, император Константин, послал его Иерусалим, чтобы она нашла гроб Господень, там, где Иисуса Христа распяли. И хрест именно той, на якому распяли Иисуса Христа. И когда Елена приезжала в Иерусалим, то никто не знал, где то место. Только один еврей знал то место. И когда они его знали, он не хотел все говорить, но именно великую владу, которую имела Елена, они так и доведились, где то место. Когда они раскопали то место, где именно был распят Иисус Христос, то там нашли трех Христа. Как мы знаем из древности, что произошла в процессе, в которой именно была похоронена, и человек была померла. И когда они эту человеку положили около этого места, то все три Христа приложили до этого мертвого человека. И когда они приложили один из Христов, то человек воскресли, стала живой. И после этого уже поняли, что это Хрест Господень. Забралося очень много епископов, священства. И этот Хрест начали поднимать. Людей было настолько много, что люди не могли бы видеть Христа. Поэтому епископ стал на таком великом месте и начал поднимать Христа на четыре стороны. Сейчас, именно когда идет служба, епископ на службе Христа поднимает на четыре стороны. Это вспоминание того, как это было в третьем столетии, когда Хрест Господень поднимали, чтобы все люди видели именно воздействие Христа Господнего. После этого церковь начала святкувать это свято. Это свято в издвижении Христа Господнего. Это день пестный. То есть мы не используем мясо, никаких продуктов, которые прошивают наш пест. Поэтому этот день именно для христиан такой важливый, потому что мы знаем, что Иисус Христос на Христе очень страдал. И Он страдал за весь год. Все грехи, которые Он взял на себя. Это очень большое страдание. Это, как говорится, даже никакой человеке не позавидуешь, каким будет Дом Божий. Поэтому Иисус Христос сделал на себе грехи, и поэтому это для нас большая скорость была того, как Он именно эти страдания проходил. И после этого уже церковь начала именно в движении Христа Господнего святкувати как ближнее свято. Поэтому у всех церквах на самом видном месте находится Хрест Господень, до которого прикладывается. Это еще целая неделя, когда люди прикладываются к Христа Господнего. И Хрест Господень – это наш защит. В Евангелии очень много есть мест, где именно сказано про Хрест Господень. Апостол Павел говорит, нехай Хрест, на котором был распятий Иисус Христос, для меня будет защит. Ну, сейчас много появилось конфессий, которые не признают Христа, не вшановывают Его, не поклоняются Ему. Потому что они говорят, что это просто было место, где Иисуса Христа распятили. То есть, именно Хрест, на котором Иисус Христос был распятий, который принес свой Хрест великий, для них именно это не имеет значения. А для нас, православных христиан, это имеет большое значение. Потому что для нас Хрест защищает. Мы знаем, что Хрестом, когда мы перекрестимся, злые духи подходят. Они боятся Христа Господнего. Мы знаем, что в раю, когда люди, которые спасаются, заходят в рак и видят там величайный Хрест, такий, как и у нас в церквах. Но то в Солоте весь сияет, как Солнце. Поэтому Хрест должен быть великий духовный значение. Мы должны Хрестом всегда защищаться. Зранку пришли, перехрестилися в имя Отца и Сына Святого Духа. Дай нам дорогу, Господи, благослови нас Хрестом Господним. Одна молитва и все. Уже у нас Божия благодать с нами прибывает. Весня в тех моментах, когда нам плохо, когда нам что-то может сделать, или что. Говорят, в 7 секунд вы должны сначала перекреститься во имя Отца и Сына Святого Духа. Прочитать молитву до воскресных Бога. И достучаться в разы Его. И добежать лица Его ненавидящего. И постоянно Хреститись. И тогда вся слеза и сила от нас отходить. Потому что работают тем, кто не имеет защиту Божего. Кто, у кого нет Духа Святого, нет Божьей благодати. Те люди подтверждены тем, что их могут сделать. Ну, конечно, были случаи, что и святым делали. Это уже и другим духовным лицам делали. Но это уже тот момент, когда Бог пропускает, чтобы человек именно эту брань перешла, поборолась с нечистым Духом. А для всех остальных людей такого-то сильного вопроса нет. Поэтому для нас Хрест Господень – это Хрест нашего жизни. Иисус Христос пришел на хрест, Иоанн Гея проповедовал, Иисус Христос пришел на хрест, взял грехи на себя. И Он именно дает такую возможность, чтобы каждый из нас, кто родился, именно был похрещен. И когда Он проходит это хрещение, тогда Он уже набирает Христа Господню. Он становится частью тела Господнего – Церкви Христовой. Потому что Церковь – это действие Господа Иисуса Христа. Поэтому именно в этом хресте нашему земному поляга наше суть спасения. Мы считаем очень много таких мест, примеров, когда люди кидали в хрест, не хотели идти по этому хресту, хотели жить легко, а потом на том свете уже с этим легким хрестом они не очень могли идти. Потому что хрест Господень – то, что положено на Господа, Господь на людину. То есть, людина должна жить в боральных моментах. Как сегодня мы читали 2 Евангелие, Господь сказал, как спасаться. Не кради, не прелюбуй свой, не живи благочастиво. То есть, все эти заповеди Господние. Почитай матери, батька своего. Очень большая заповедь. Потому что батька и мать, дитину выросли, до 18-20 лет, и ровно уничтожили дитину, а дитина потом не хочет смотреть на этих батьков. И это большой заповедь. Говорят, если ты хочешь жить много лет, чити свою мать и батька. И будешь именно мать на грудь на том свете, и в этом мире будешь много жить. В жизни проживешь. Если ты не считаешь своего батька и мать, то ты должен иметь проблемы в жизни и вечности. Поэтому именно сегодняшние Ивангельские слова про это говорят. И дальше Ивангельские слова говорят, что юнак все это сделал, но Господь, если бы все лишено, то продай все и иди за мной. То есть, именно это говорится уже про тех монахов, которые откинули от себя уже все мирское и ишли за Богом. То есть, были совершенны. Мы бачим люди совершенны, которые подкинули все свое, именно, чтобы жить и ишли за Богом. Так как мы в мире живем, у нас вообще по-другому эта заповедь мает значение. Поэтому нам тоже, как Господь Павло говорит, живите в мире, как вы не живете. То есть, как мы находимся в этом мире, но как мы не живем. То есть, именно то все, что для нас есть спокойствия, мы должны откидать, и иметь именно ту струю душевную нравственность, по которой идти треба. И надо с Богом все, надо ему молиться, соблюдать пости, делать добро людям, сповчувать, не делать никому зла. А, когда Бог нас призывает, на какие служения, всегда идти на то служение. Господь говорит, кто хочет первым, нехай будет остальным, будет слугою. Кто хочет быть первым, будь слугою. Господь Иисус Христос помил ноги учням. Это говорит, что каждый из нас должен быть простотой, именно доходчивости, не быть гордым, гордно славным, всегда иметь ту силу божественную, которая лишь человек. Поэтому для нас именно свято Христа Господнего заключается в нашем каждом Христе, в каждом из нас хрест. Одно есть хрест священника, свой хрест, дякану, свой хрест, всеки людей, свой хрест, матери, свой хрест, отец, свой хрест, дитина, свой хрест. То есть, людина должна проходить именно этот шлях, и Господь хочет, чтобы каждая людина была совершена в Божье Иисусе Христе. Они хотят, чтобы каждый из нас был святым, потому что на том свете не будет ни святи, все будут святы. Но в зависимости от того, насколько человеку пойдет в шляху божественную, насколько она будет на том свете то же самое в духовном состоянии, в стане духовном состоянии. Поэтому на том свете не будет зависти. Например, мы не будем бачить, вот человек говорит, что тот святый, то святейший, чтобы не было зависти. На том свете не видно, именно тех моментов, когда человек видит, что тот в большем духовном состоянии, а тот в меньшем. Нет. именно на том свете, каждый человек имеет образ Божий. А уже настолько в человеке божественная сила, божественная любовь есть, то уже каждая людина будет чувствовать. Но мы не будем чувствовать именно состояние другой человек. Но мы будем рады, что она в Царство Небесное. И они будут рады. То есть, то есть, дело Христово, Божия сила, это в любовь будет находиться. И Господь сказал, послужил бы Нему малому, на том свете дам, на вдалеке, где поставлю. То есть, у каждого будет свое послушание. В Адаме и Евгее было послушание в районе. Они смотрели за садами демских, и смотрели за деревьями, и мали какое-то послушание. То есть, и там, где мать послушание. Но сейчас, на том свете, есть именно таке состояние, что мы не чувствуем, честно, Божьего Царства, уже, которое будет при конече света, когда Иисус Христов будет судить всю Вселенную. То есть, на том свете, грешники, которые находятся в Берлии, они полностью не мучаются, они половину мучаются. Если будет страшный суд, и они поберут пеку, уже будет мучение страшнейше. Так же и в районе. Люди не имеют полного, именно, Божественного, то есть, еще радости, они, как и на половину. Потому что, еще не было, второе пришло из Иисуса Христа. Поэтому для нас необходимо понять, что, когда мы молимся за своих усовших, мы можем их выплатить. А если они уже выплаты, то для них, все лучшее состояние находится, что мы их, именно, по этой духовной, духовной лестнице, духовной дробицы, поднимаем тут. Поэтому, почему мы молимся за мертвых, потому что они уже поднялись в другом стаде. А молимся за тех, кто в пеку, чтобы Бог их выручил, чтобы наши все родители были с нами, потому что мы тут, до них мали любовь, мы с ними разом жили, мы друг другу помогали. Господь завжди помогает, бачите, самым немощным. Почему? Потому что люди, которые за собой смотрят себя, могут себе обеспечить, однее дело, а другая история, когда человек хвора, немощный, то уже Бог помогает этим людям, потому что знает, что какой это станет. И нам, почему все эти благополучные фонды, много организаций, помогают немощным, потому что через них Бог действует, чтобы помогать этим людям. И сейчас, когда у нас война, страшное событие, уже 21 века, очень большое, что сильнее за военностью 41-45, потому что оружие сильнее, как тогда было. Поэтому люди помогают друг другу, люди помогают друг другу, люди помогают военностью. И это Божий благодать, именно, военности военности на всех. И чем больше мы любовь, мы будем делать для всех, для наших воинов, для наших близких, которые покинули сведоминки, тем больше Божья сила будет в нас. Господь випробовує не только нас, конкретно каждую из нас, а випробовує и нацию. Потому что нация имеет свой духовный, как ВКО, и имеет, каждая нация, именно свою духовную основу. А мы свою духовную основу тысячи лет назад, когда были хрешены, в Купеле Христове, князья Володимиром, и уже мы имеем ту основу духовную, именно божественную, православную, которую мы ведем тысячу лет. И поэтому мы эту основу должны держать. То есть наша государство должна быть, как есть София Киевская, начаток нашего христианства, так и она должна остаться до пришествия Иисуса Христа. Что апостол говорит, что сначала на небесах будут находиться те, кто спаслися, а остальные будут находиться в церквах, и люди из церкви поднимутся душами наверх на то, чтобы Господь будет судить живых и мертвых. И поэтому именно это вознесение будет знаковым, потому что сказано, правильно суд не прийти. Господь будет судить тех, кто не познал его, кто жил их в совести. А если люди были в боли, все, они на суд не приходят, они уже есть спасение. Поэтому очень важный элемент нашего життя, битя тут, быть в вере, находиться в вере, молиться, и чтобы мы уже на суд не пришли, чтобы мы были вместе с Господом, Его благодатью, с Его силами и Божественными, чтобы мы были в той радости и Божественной. И поэтому завжди этот шлях не простой, но его надо проходить. Поэтому каждый из нас есть хрест, который нужно нести. А как его нести? Господь сказал, именно радуйся, радуйся, скорбящим скорби. То есть нам допомогать друг к другу повинен. Если мы будем допомогать, мы можем мать любовь, радость друг к другу. Господь говорит, неси тягути друг к другу, потому что мы, если мы будем самим, будем его ездить, то это плохо. поэтому мы должны всегда мать божественную любовь, находиться, именно этот хрест нести божественный. А находимся, если у семьи находимся, все, послушание, мужик, женский, жена, мужик, дети, батька. Дети вырастают, батьки их отпускают. Выпускается, что именно если уже прийдет время, именно человек и женщина становятся одним цельом, что батьки приходят в сторону, уже новая семья, они уже находятся, опять, именно новая среда христианства. То есть батьки не должны заважать детям слуги, что они развиваются, а они живут и помогают друг другу. То есть идея постоянный этот этап. Потому что как вы говорите, не было христианства, вы посмотрите, что делалось раньше, когда не было христианства. Страшное, война за войной. И сейчас легче это все стало. Потому что именно христианство дало людям именно цей великий потенциал життя. И христианство, конечно, много перекосов есть, но христианство само по себе дало перспективу людству. Потому что вы знаете, через христианство очень много программ делается, очень много благодатных, очень прекрасных христианских традиций. Поэтому нам необходимо на этот шляху идти. Но уже когда уменьшится любовь в свете, когда Господь видит, что люди станут невирными, безвирными, потом будет приход Антихриста и будет всеобщий суд. И Господь уже расскажет, кому куда идти. Поэтому нам необходимо для того, чтобы не было страшного суда, нам необходимо дожить, молиться, чтобы мы потихоньку прошли все життя, померли, были в Бозе. Чтобы нам не дожить то страшно именно того часу, когда прийдет Антихрист и будет у нас страшное твориться. Поэтому всегда надо молиться, жить в Бозе и всегда памятать, что Хрест Господин Господь пострадал за нас. Он бы этого жертвы не делал, чтобы не имел любови до нас. Он любит каждую людину, любит каждую тваринку, любит все вокруг нас. Поэтому надо относиться по-христиански, до всего вокруг нас. Потому что творение Божье прекрасное, потому что вокруг нас все прекрасно сделано. Это начаток рая. Но в раю еще красивее, как тут. Там больше, как тут красивее. Явчай света. Там все, что тут есть, еще два раза кольора все совсем другие. Именно апостол Павел говорит, что ухо не чули, и око не бачили, что там приготовил Господь любящих ему. Поэтому всегда это надо помнить. И помнить про цей крест Господь пострадал за нас. И завжи поклоняться, молиться, хреститься. И зато и и спасемся, и царство небесное, которого не будет кинца. Аминь. Христос пострадал пострадал христос 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 И всех раньше начали отцов и братьев наших, что тут и по сути лежат православные. Господи поменял, Господи поменял, Господи поменял. Еще молимось за ними жизнь, мир, здоровье, спасение, Божие заветание, прощение, отпущение грехов, родов Божих. И всех парафеянцев от святого храма, чтобы изберегаться от всякой скорботы, гневу беды, душе душевных итальянских, что спокойно они живут, чтобы здоровье и добровольческие дни життя с них проходили. Милосты Господи, вислухай нас и помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Еще молим Господу Богу нашему, что ты хочешь господи нашему родинцам, что мы будем руководить, чтобы здоровье и добровольцы, всех наших воин, которые защищают востребованную страну, всех наших воин, которые находятся в колонии, всех наших воин, которые находятся в госпиталях, лекарнях, всех, кто покинули свои забивки, всех беженцев, всех парафеянцев от святого храма всего. Милосты Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи Боже наш, тебе слуха Моисея, когда он до тебя подносит руки, и народ израильских висней на милых ян, о здоровье Иисуса новинно на битву, и поведен в солнце останется. Ни-ни-ни, Владико, почуй наш, что молимо за тебя, висней силу ты наш, убоженный украинский народ. Господи, благослови его справи, премнославу его перемоги над врагом. И смешни сегодня свои правила, нашу державу, наших воин, нашу армию. И сбережи військо, пошли алмега твоего, надмиснение захисликів народу нашего. Подай нам все, что просим, для спасения, примиривого рождества, и справедливый мир утверждит, что неси, Господи, невидимую правильную свою, которая всегда рабит твою и межцома охраняет. Тому, кому ты судил, ты покласти душу твою на войне, за веру православную, за народ украинский, побожный, и державу. Прости им, провинене их, день правильной твоей виспласти. Подай им цинить линя, бо твоя сладость, так, сила слава. Ви тебе за другого принимаем, на тебе надею попадаем. Доби славу, 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 почуешь, сила, дому духу, диким по всем часам, веки веки. Господу помогу, Господи помилуй, пищем волну, а за здоров'я, Владимира, Наталья, Олексей, Світлани, Владимира, Олеана, Евгения, Владимира, Наталья, Павдия, Аміна, Евгина, Світлана, Дома, Слава, Баста Вестая, Татьяна, Артёма, Анастасия, Андрея, Ш spaces, Анастасия, Михайла, Аміне,efdesciка, у articула, Батаре Вестера, Батаре Вестера, Батаре Вестера, Батаре Пикера, Батаре Анатолия, Батаре Анатолия Батаре, Батаре Александра, Батаре Яг homarra, Батаре В Tot hard, Витилович, Батаре Гиталья, Батаре Вестери, а а и 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 а а а а Батюши Ватислава, Бетра, Татьяна, Артёма с семьёй, Василия с семьёй, Валентина, Война, Нина, Василия. И на поздраве представление о таких же лекарствах в каждом 3 дня. Валерия, Валерия, Володимира, Пляшу, Виктора, Татьяну, Богдана, Сатьяну, Богдана, воина Татьяну. Валерия, Валерия, Володимира, Валерия, Сла вас Белого, Господи, помил Creo, Господи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Тorzok 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 Дима Торzok Дима Тorzok 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 Дима Торzok Дима Тorzok Дима Торzok 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 Господа, просим, ой, Господи, доброго и прожиточного для души наших и меду для святого, Господа, просим, ой, Господи, Останок життя наше в мире та покаянні скінчити у Господа, просим, ой, Господи, християнского кинця життя нашого безболесного, бездоганного, мирного и доброго відповіді на страшному суді Христовим, просим, ой, Господи, Едність, верить, причастя святого духа, ой, благо все сам себе, і один одного, і все життя наше в Христу Богове, Він дано. О, бі, Господи, і сподоби нас, християнского кинця, у Несу, нас спійти, призавати тебе небесному Богу та промовляти. О, бі, Господи, наш, що є Сина небеса, дехай святиться ім'я Твоє, дехай прийде цятство Твоє, дехай буде поля Твоя, як на небі, так і на землі. Гріб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам кровини наші, як і ми прощаємо Він, лукатцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лука Богу. Бого Твоє, Савто, Селеста, Остцяй, Сина, Слідовка, нині повсякчасно віки, амінь, миру всіх, і духовний, покриємо. Голови наші планімо перед Господом. Голови наші планімо перед Господом. Голови наші планімо перед Господом. Будь мов зробити. Голови наші планімо перед Господом. Голови наші планімо перед Господが вwowці і apps enfermedші повсякчасно. Аминь. 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали Симон.